Привет! У меня в руках кеды японского бренда Ницука Тайгер, предшественника Асикс. Точная модель Мексика 66, получившая свое название, так как впервые была представлена на Олимпийских играх в Мексике. Начну обзор с визуальной составляющей, потом расскажу о своем оптиноске, дам совет по подбору размеров и завершу парочкой интересных сочетаний. Итак, модель Мексика 66 имеет достаточно спортивный и в то же время аккуратный силуэт. Я сильно вдохновился кроссовками Adidas Samba, но как повертел их в руках, понял, что это не совсем мое, и уже потом, после небольшого ресерча, наткнулся на пару Ани Цука Тайгер Мексика 66. У этой модели очень тонкая подошва, и поначалу я немного побавился ее заказывать из-за того, насколько она тонкой и неудобной выглядела. Но об этом чуть позже. Материал, из которого сделана пара, выглядит безумно красиво. Снова сделана из фактурной, крупнозернистой кожи, а детали по бокам, сзади и спереди из замши. Так что в мокрую погоду ее лучше не носить, дабы не подзасрать. А вот на сезон середины весны и лета будет в самый раз. Сама по себе пара очень гибкая, легкая, всего 270 граммов на тапок, и достаточно не жаркая. Сейчас за окном в среднем в районе 15 градусов, и мне очень комфортно в ней ходить. Посмотрим, останусь ли я при таком же мнении летом, все-таки материал не самый дышащий. Переходим к моему опыту носки. Несмотря на свою тонкую подошву, пара оказалась очень удобной. Во-первых, подошва достаточно мягкая, а во-вторых, стелька хорошо амортизирует. Разнашивать долго не пришлось, только в первый день немного натер себе заднюю часть ноги. Супергибкая, приятная в носке, ощущение, как будто вышел на улицу в тапочках. Единственную негативную особенность, которую я заметил, это то, что при носке с длинными брюками задний язычок вот так вот немного заворачивается. Но, на мой взгляд, это совсем не критично и практически незаметно с длинными брюками. Теперь накидаю пару сочетаний, с которыми я чаще всего ношу эти кеды. Длинные оверсайз джинсы подхватывают спортивный вайп этих кроссовок и передвигают его чуть ближе к кэжуал. Таким образом, со свитшотом, пиджаком, кожанкой получается офигенный винтажно-оверсайзный образ. Как ни странно, вторым вариантом идут чуть укороченные брюки. Я обычно ношу только массивные кроссы с такой длиной брюк, но здесь даже такой аккуратный миниатюрный силуэт выглядит органично. Правда, есть один минус. Когда ты садишься, брюки задираются чуть ли не до небес и кажутся чересчур короткими. Ну и третий, финальный. Раз длинные джинсы хорошо сочетаются с этими кедами, значит и длинные брюки тоже будут. Тут кеды помогут добавить расслабленности официальному силуэту брюк. Как и обещал, завершаю видео советом по подбору размера. Все мои Nike New Balance размера 10,5 US. Российский мой размер 43-й. С этой парой я решил не мудрить и заказал тоже себе 10,5 US. Сели идеально, вообще ни на что не жалуюсь. Так что если у вас достаточно стандартный силуэт ноги, она не слишком широкая или нет высокого подъема, я думаю, вам не стоит мудрить и заказывайте размеру размер с вашими кедами. На этом все. Спасибо за просмотр. Ссылки на вещи, как всегда, в описании. Если есть какие-то вопросы, welcome в комменты. До следующего раза.